Украинский парламент стал местом политических боёв за права русского языка в стране. После бегства Виктора Януковича одним из первых отменили закон об основах языковой политики, принятой полтора года назад. Он приравнивал языки национальных меньшинств в местах компактного проживания к государственному украинскому. Этнический болгарин из Одесской области, бывший член провластной партии регионов Антон Киссе, признаёт, закон так и остался декларацией. Были механизмы, скажем так, финансирования и поддержки того или иного языка, но это уже не делалось, и он ничего не дал. Как принятие в 2003 году, по-моему, Европейской хартии языков национальных меньшин, да, принято хартия, хороший документ, европейский документ, но он разве работает в Украине? Он же не работает, точно так этот закон не работает. Крымские татары не питали иллюзии относительно закона о правах национальных меньшинств. Его создание было инициировано из-за переделов Украины, считает бывший лидер Меджилиса. Я знаю, что этот закон разрабатывался за пределами Украины. Основная его задача была поднять статус русского языка. И когда в Крыму сначала там встретились с энтузиазмом, а когда поняли, что придётся такой же статус поднимать и крымский татарский язык, вы знаете, там они его отложились в сторону. И хотя на полках киосков и здания на русском численно превосходят украиноязычные, отмена мертворождённого закона об основах языковой политики стала поводом манипуляций политиканов в Украине и в соседних странах. Русский писатель из Киева Марина Козлова всю жизнь прожила в Украине. О проблемах с использованием родного языка говорить не готова, поскольку с ними не сталкивалась. У меня более чем достаточно русского языка здесь. Я в Украине живу с рождения. Ну, в общем, никогда не испытывала. И даже примеров, честно говоря, мало знаю, которые могла бы привести к какой-то дискриминации русскоязычного населения. Русскоязычное население Украины, как правило, знает украинский язык, хорошо его понимает и, в принципе, может на нём говорить. И таких статистическое или социологическое большинство. Чтобы снять напряжение и спекуляции из-за языкового вопроса, председатель украинского парламента Александр Турчинов завитировал отмену недействующего, но так горячо любимого пророссийскими политиками, закона об основах языковой политики. Создана комиссия, которая должна разработать новый закон, позволяющий сбалансировать интересы всех общин многонациональной Украины. Его будут разрабатывать депутаты и профессиональные филологи. Для них украинский остаётся приоритетным. Есть две основные задачи использования украинского языка и его развития в качестве государственного и увеличения пространства для использования и развития языков меньшинств. Политикам придётся определиться, на кого ориентироваться в своей работе. На образованных и любознательных граждан или на тех, кто не способен выучить государственный язык за 20 лет. Я думаю, что как раз вот то небольшое количество русскоязычных граждан Украины, которые за всё время независимости так и не смогли выучить украинский язык, вот они испытывают определённый дискомфорт, как бы в целом ряде случаев. Там их раздражает украинский дубляж, скажем, там зарубежных фильмов. В ближайшие недели разработчики нового закона о языках в Украине представят на суд общественности первый вариант. Авторы обещают внимательно изучить все предложения, направленные на гармонизацию языкового климата в стране.